Вот, сяду кушать. Жертву, разрушение после праздника есть? Нет, нет, слушайте, все хорошо. Вторая часть с Федоровым, ну, она снята, естественно, уже готова, я думаю, числа, наверное, 9-10. Как раз уеду отдыхать и буду оттуда смотреть. Есть ли всю суточную калорийность, как вы вещаете, один прием в живот, со временем будет больше упирать? Нет, не будет. Есть ли смысл в диете исключительно на белке? Нет, конечно. Ну, если вы хотите проверить свой ЖКТ, свой печень и почки, то можно попробовать. Качался 5 лет, хочу забросить это дело, какие последствия могут быть? Никаких не будет. Поверьте мне, люди, что такое 5 лет качаюсь? Это что, 3 раза в неделю выходите? Ну, не знаю, вряд ли у вас там 120 килограмм сухой мышечной массы, руки по 55 сантиметров, вот, и приседаете вы 300. Поэтому ничего не будет, со временем мышцы уменьшатся. Когда в стрим с Головинским, видимо, с Головинским, не знаю, у нас тут другие сейчас планы будут, не буду пока анонсировать их, пока, чтобы не сглазить. О креатине, ну, слушайте, а что с ним говорите? 6 статей я написал, 6. Что происходит с вашей мотивацией после употребления алкоголя? Ничего не происходит, абсолютно. А какая у меня, как мотивация алкоголя? Я сижу, я же не просто упиваюсь, а потом думаю, какой я мерзавец, да, я это делаю осмысленно. Приходят гости, или мы идем в гости, садимся в ресторан, кушаем, выпиваем. Почему я должен как-то это влиять на мою мотивацию? Никак. Как заниматься с радикулитом? Я думаю, что никак надо, конечно же. Может плавать? Очень хорошее дело. Нет, плавать я не люблю. Ну, вот сейчас мы поедем отдыхать в Эмираты, скорее всего, там я покупаюсь. Что насчет креатина? Если у меня, то я его пью. Одобряйте подъем штанги набиться с обратным хватом. А зачем? То есть, как бы вы же не написали, а подъем набиться с обратным хватом. Для чего вы его делаете? То есть, если просто делать ради сделания, то нет, не одобряю. Я считаю, что любое движение должно быть чем-то обоснованным. Спину лучше тридцепсом? Нет, абсолютно не лучше. Уже миллион раз говорил, писал, ну, скажу, миллион первый раз. Нету никакого выгодного сочетания мышечных групп. Если бы оно было, то вы видели бы, все тренировали спину и трицепс. С чего вы взяли? Что спина и трицепс лучше, чем фуллбоди или там спина и плечи. Ну, к примеру. Можно оставить рацион бюджетный? Можно, конечно, можно. Так любой рацион культуриста, ну, или качка, давайте назовем это, он очень бюджетный. Ну, ребят, ну, я не знаю, там, понятно, что я в разных странах бывал, да, видел разные цены, но у нас сколько килограмм куриных грудок стоит, да, там, простим, там меня, 200 рублей, да, филет, но я могу ошибаться. Ну, пускай 250, я не знаю, сколько, да, там, ну, в смысле, я могу ошибаться, то есть, точные цифры не помню. Сколько стоит гречневая крупа, сколько стоит перловая, сколько стоит овощи в сезон, сколько стоит, там, не знаю, там, овсяное, творог, какие-то там, яйца. Ну, это, в принципе, я считал это очень умеренные деньги. Понятно, что все относительно, но речь идет очень не о больших деньгах, даже по средним меркам, даже по меркам студента. По крайней мере, уж точно это будет дешевле, чем бегать во время обеда между парами и покупать в Магдональдсе какие-нибудь бургеры. А если бы была возможность открыть свой зал, как бы назвали, не знаю, не знаю, не думал об этом, но точно бы не своим именем. Вот, наверняка это было бы какое-то название, потому что имя все равно имеет, ну, представляете себе, да, то есть, это большая привязка к, и, соответственно, большие серьезные обязательства вы берете на себя. И мы знаем массу случаев, когда человек свою репутацию каким-то образом портил, и это сказывалось на бизнесе, потому что он одноименный. Не знаю. Есть ли результаты приема быца? Смотря какой результат, вы же не назвали какой. Если бы сказали, от приема быца вырастут ли у меня бицепсы, или от приема быца улучшится ли у меня выносливость. При маленькой пупковой грыжи можно заниматься? Я занимался, и до сих пор занимаюсь, но думаю, что, наверное, правильно было бы этот вопрос задать специалисту. Вы просто окунь, мужик, спасибо. Одесса, привет. Становый смол при рабочих весах в поясе талии не расширяет, а преимуществ от нее куча. Талии не расширяется, знак вопроса, преимуществ от нее куча? Не знаю, понятия не имею, расширяется талии, нет. Я вообще считаю, что от становой тяги нет никакого расширения талии. И преимуществ тоже не могу сказать, потому что культуристы не делают тяги с ума. Зачем? Сколько девушки ежедневно делают приседания? Нисколько. А зачем девушки делать приседания? Я понять не могу. То есть приседания ради приседания, вы можете назвать любую цифру. Если девушка при помощи приседаний качает что-то, то, соответственно, это должно быть не в количестве приседаний. Это уж точно. Ваша прямая трансляция огонь. Спасибо. И вам привет. Здравствуйте. Из Южной Осетии. Привет, как считаете? Если при подъеме штанги на бицепс, у меня бицепс не чувствуется, трапеция, я чувствую вес слишком большой, технику и сохраняю. Я с трудом себе представляю, как можно в односуставном упражнении не почувствовать. Думаю, что нужно что-то психологически настроить себя. Ем всякую вредную еду, живот не растет нормально. Ну, у вас так. Ну, а если я вам скажу ненормально, вы что будете делать? И самое главное, что значит нормально или ненормально? Вот сейчас напишет человек, скажет, я ем вредную всякую еду, у меня жировой трасси, это нормально. Мне нужно ответить, соответственно, вам это нормально, а ему это ненормально. Я не знаю, вот у вас так. А как сопротивляется желание съесть что-то вкусное и неполезное? Например, шоколад. Ну, я уже целое видео снял и сказал, не имейте под шепот рукой шоколад. Ну, это все. То есть, вот я если сейчас захочу что-то съесть вкусное и неполезное, для этого мне нужно будет одеться, пойти в магазин по хреновой погоде, одеть там, не знаю, там на себя фиг знает что, там по скользкой дороге, пойти, потратить деньги, потратить время. Я никогда в жизни этого делать не буду. Спасибо, как в Питере погодка. Ну, минус 2, минус 3, вот. Как ваше сердечко. Я делал полный чекап сердца дней 6-7 назад. До Нового года, короче, это было буквально 2-3 дня. Выкладывал видео, вот, все круто у меня. То есть, ну, в смысле, за 2 года нет ухудшений. То есть, для меня это большая победа. Есть связь между прокачкой ног и набором веса, как это работает? Нет, нет. Ну, как прокачка ног, я не знаю, что значит. Вообще не понимаю, что такое прокачка ног. То есть, я никогда не прокачил ноги, то есть, или руки. То есть, любой человек, который рассчитывает набрать мышечную массу, он не прокачивает, да. Он тренирует, да, какую-то мышцу ради того, чтобы она гипертрофировалась, то есть увеличилась в объеме. И если она увеличивается в объеме, если ваша, ну, хорошо, назовите это прокачка ног, хорошо, бог с ним. Если ваша прокачка ног приведет к увеличению объемов этих самых ног, то, естественно, вес вырастет ваше тело. С Новым Годом, Кемеров, привет вам! Сдаю кровь два раза в месяц. После тренажерного зала падают результаты. Что посоветовать по этому поводу? Отдыхать. Ну, после сдачи крови всегда отдыхает. Погода в Питере. Я сказал, так себе. Еще вопрос, стоит ли использовать тяжелоатлетический ремень, даже если рабочий вес не слишком большой. Вы можете это делать, можете не делать, а можете почитать мой пост, который называется «Тяжелоатлетический пояс». А можете почитать его в Инстаграме, в Яндекс.Дзене, в Телеграме, ну, чтобы уже глубоко внедриться. В целом без разницы, да, то есть я считаю, что не имеет смысла. Яичный желток употреблять лучше убрать из астационного? Нет, лучше не убирать. Яичный желток лучше есть. Через какое время переходите с фуллбоди на сплит? Не через какое. Ну, вот для 99% вообще не нужно переходить. Зачем? Ну, вы же знаете, что переход с фуллбоди на сплит обусловлен увеличением объема тренировочной нагрузки и, соответственно, невозможностью в рамках одной тренировки качественно потренироваться. То есть, когда ваша тренировка, когда вы выполняете, вы имеете там серьезные амбиции, готовитесь к чемпионату России, чемпионату мира, там, не знаю, чемпионату, чего бы то ни было, да, а на уровне любителей не надо переходить. Зачем? Ну, опять же, да, то есть, если только это просто желание, ну, в этом случае разницы не будет. На самом деле, немного жрачка стоит для качи. Тренируйтесь, конечно, немного. Гораздо дешевле, чем, вы поймите, что вот у меня дома нет хлеба булочных изделий, у меня нет всяких, ну, у меня есть там зерновой хлеб, жена ест, да, у меня нет булочек, у меня нет шоколадок, у меня нет кексиков, у меня нет йогуртов, у меня нет ничего такого. То есть, это все стоит денег. А монопродукты стоят дешево. Будут ли расти мышцы при приеме БЦА? Просто от приема, конечно, нет. Мышцы растут от тренировок, от правильного режима питания, и нет ни одной добавки, от которой бы росли мышцы. Ну, по крайней мере, если мы говорим о добавках, которые не влияют на гормональный фон. Можно принимать какую-нибудь энзим кудеть на постоянной основе, и его нужно принимать на постоянной основе. Ножими ногами что-то щелкнул в затылке, страшная боль, и с тех пор беспокоит шейный тремор. Можете что-то посоветовать? Ну, конечно, идите к врачу. Прямо идите к врачу обязательно. Вы представляете себе, у вас реально какая-то проблема в шейном отделе, и вы сидите и тут думаете, что мне нужно делать? Ну, идти к врачу как минимум, да, то есть сделать МРТ, не знаю, то есть какому-то специалисту. Вы же понимаете, что это может быть серьезно. В Сингапур привет, когда вторая часть уже говорила, числа 10-го. При наборе мышечной массы не успеваю есть многое, на работе перерывов нет. В данной ситуации генер приемлем, конечно, конечно. Он для этого придуман. После нового года пиры сделали сутки голода или что-то пожестче. Не, сутки. А я каждый день голодаю по суткам, то есть. У меня то 23 часа голодает, то 24, то 25. Спасибо и вам. После вчера штревки повышенный пульс не мог уснуть. Что можно сделать? Выяснить причины повышения вашего пульса. Это нехорошо. Ну, как минимум, тахикардия, она имеет какие-то истоки. И нужно не просто, но вы поймите, что речь идет о сердечно-судистой системе. То есть нужно выяснить, в чем причина. Вообще, если вы не можете уснуть, скорее всего, это даже не тахикардия, это, скорее всего, какая-то аритмия. Я вам очень рекомендую выяснить, что же за это тип аритмии. Потому что у меня сейчас брат... Короче, вообще, наследственность штука хреновая. У меня порог сердца и, соответственно, аритмия. Как выяснилось, у моего покойного папы, его сестра, к сожалению, тоже ушедшая из жизни. Недавно мы с двоюродной сестрой разговаривали. Я пропустил этот момент. Она, оказывается, тоже у нее была мерцательная аритмия. Тоже три питания предсердия. Ей тоже делали РЧА. И две недели назад у меня у брата ровно то же самое. У него ритм сердца сорвался. И, короче, вот теперь думаем, как его вытащить из этой истории. РЧА, конечно, не хочется делать. Добрый день, расскажите, как принимать креатин с протеином. Абсолютно никак не привязаны. Просто забудьте о том, что эти две добавки как-то там... Просто принимайте, да, и все. А с ума для того, чтобы прокачать заднюю цепь и столбой на спине? Ну, пожалуйста, я же не против. Суточная норма белка лучше делить в течение дня или лучше употреблять? Лучше делить в течение дня. Растягивайтесь после трения ног. Я вообще в последнее время растягиваюсь. Что вас мотивирует в последнее время? Не знаю. Наличие результата. Я всегда говорил о том, что ничто так не мотивирует, как наличие результата. Вот я решил похудеть, да, получил результат. Ну, какое-то время, конечно, пришлось работать, да, там, просто себя там заставлять. А потом, когда ты видишь динамику, ты кайфуешь от этого. А зачем выходить белки плюс сахар равняется без Э? Зачем выходить? Не знаю, зачем выходить. Минус 35 в Хабаровске, ничего себе. Восхищен в нашем занятии. Спасибо, спасибо, Виталий. Как вы думаете, какая группа мышц у вас самая развита? Просто интересно, спасибо. Ну, плечи. У меня дельта хорошая. Ну, кто-то говорил руки, но так как у меня левая рука деформирована из-за травмы, скорее всего, плечи. При одинакове к лоризе углеводы снизите жиры добавить повлияет на набор массы? Нет, будет ровно то же самое. О чем говорят десятки исследований. То есть, практически разницы никакой не будет. Можно ли голода сразу убрать до 100 грамм? Можно, почему нет? Можете вообще до нуля убрать, просто как вы это перенесете. Короткие длинные биццы. Зависит ли на травму определенных упражнений типа становой тяги? Я вообще считаю, что при натуральном тренинге получить отрыв чего бы то ни было, нужно либо жестко исказить технику, либо взять какой-то чудовищный вес. То есть, такого я не видел ни разу. Я знаю, что отрыв бицепса происходит в некоторых случаях в становой тяге, особенно когда рука супинирована. Точнее, не особенно, когда рука супинирована. Но, как правило, это связано с тем, что человек пытается тянуть руками. То есть, какие упражнения писать, чтобы убрать круглую спину? Не знаю. Детокс-бред? Да, бред. Буду писать скоро на эту тему. Божилы для набора мышц. 20-20-60. Спасибо вас. Воздержание добавляет тестерон в организме. Думаю, что нет. Могу ошибаться, но думаю, что... Как набрать мышечную массу, убрать жир. Ну, в смысле, начать правильно тренироваться и правильно питаться, ребят. Вот сегодня первый день тренировок в моих онлайн-классах. И вот там мы занимаемся именно этим. Кстати говоря, если есть желание, ссылка в шапке профиля. Присоединяйтесь. Мы ждем еще 2-3-4 дня всех опоздавших. Собственно, тренировки уже под моим руководством онлайн начались. Понимать с холестерин крови от желтков или это миф, сколько желтков можно кушать в день? Огромное количество исследований показывает, что нет существенного влияния холестерина, полученного с пищей, влияния на уровень холестерина в организме. Цифры разные абсолютно. Находил исследование 2020 года, которое противоречит исследованию 2019 года. Поэтому не буду сейчас сумничать, не скажу. Надо высчитывать углеводы на полную массу тела или на массу тела без учета подкожного жира. Надо углеводы считывать из расчета калорийности. Вот у вас есть калорийность. Вы ее определили. Пускай это будет 3000 калорий. И в эти 3000 калорий вы уже вписываете белки, жиры, а углеводы по остаточному принципу. Тогда у вас такого вопроса не будет. А у вас 6 подходов в неделю, на каждой мышке есть и да, то в силе у вас мышцы прогрессируют. Да, у меня именно так. Но если 6 раз в неделю, то 6 подходов. Если 7 раз в неделю, то 7 подходов. А у меня ничего не прогрессирует. У меня нет задачи прогрессировать. У меня задача есть. Как раз таки вот сейчас я немножко расстроился, потому что опять я всю одежду себе перешил, перекупил. Веса до 100 килограмм, а я опять выше 100. И в общем, видно, что большой становлюсь, что меня не очень радует. Потому что мне же ехать отдыхать, а я... Вот. Вчера Юкирос Голубочкина смотрел. Он очень злой какой-то. Ну, я не знаю. Возможно, настроение какое-то. Я вообще стараюсь свои вот эти эмоции, ну, как минимум, как минимум, сдерживать и не делиться ими с вами, да. Потому что, ну, согласитесь, что вот вы сейчас сидите дома, у вас хорошее настроение, ну, предположим, да, или нормальное настроение, или даже хреновое настроение. И вдруг я такой еще весь дерганый, нахрен тут посылаю всех. Вы скажете, ну, что, дурак, что ли? А зачем ты вообще включился? Чтобы кого-то послать подальше, ну, согласитесь, это странно. 30 лет, какую-нибудь зимку действие актуально? Ну, я думаю, что 30 странновато. Как научиться говорить быстро и поставлено четко, как вы читали литературу? Не знаю. Нет, специально какой-то, нет, не читал. Можно ли принимать туриен весь струлин перед тренировкой? Да, можно. Что скажете про турина? Ничего не могу сказать. Ваше отношение к тренировкам с большими весами? Очень любил. И очень мне не хватает работы с большими весами. Сегодня пожал. Кстати говоря, 100 на 20 пожал достаточно легко. Вот. Думаю, что раза 24, наверное, 25 бы я пожал. И мне, конечно, не хватает. Я устал, конечно, вот эти 100 килограмм циркаться. Конечно, мне хочется взять, поставить там штангу килограмм 180-200 и пожать. Но, к сожалению, я не могу себе это позволить. Вот. Повышенное верхнее давление. Что посоветуете? Выяснить причину повышения верхнего давления. Ну, а как? Уж точно не просто так сидеть и жрать таблетки. Вы поймите, что всегда есть предыстория. То есть, это сосудистая история. Это может быть связано с почками. Это может быть с гормонами щитовидной железы. И просто так взять, говорит, у меня повышенное давление. Но я вот такой человек, который с повышенным давлением ходил. И когда пришел, выяснилось, что мне до операционного стола осталось там несколько миллиметров в аворте. Потому что я сам себя убил. Как набрать мышечную массу и брать жир? Уже говорил правильно тренироваться, правильно питаться. Витаминный миральный комплекс на постоянной основе. На той основе, которая предполагает получение необходимых витаминов и минералов в отсутствии полноценного питания. То есть, условно. Ну, вот вы поехали отдыхать. Или вы живете, я не знаю, где-нибудь, там, я не знаю, в Краснодарском крае у вас свой собственный дом, о собственном угоде. Давай за вопрос, зачем вам питаться витаминами. Или вы живете в Архангельске, условно. Не в обиду Архангельске, а Архангельчанам. Боюсь, неправильно опять сказал. Ну, я имею в виду какой-нибудь северный город, там, где, пардон, там, попа полная, да, там, с нормальным, качественным, с качественным овощами, фруктами, да, ну, конечно, в этом случае нужно. Работа с большим весом, пульс снижается на отдыхе, пульс поднимается до 140 самочувствия, при этом хороший, нормальный. Пульс может запаздывать. Такое бывает. Вы попробуйте сделать до отказа, и поверьте мне, все будет хорошо. Когда вы делаете, конечно, с запасом, то у вас повышается пульс, это абсолютно нормально. Сколько можно есть и есть в день? Я не готов ответить на вопрос, а как новогодние каникулы? Да с ума схожу, пока с ума схожу. Ну, хочу каждый день тренируюсь, это кайфово мне. Ходим по гостям, завтра опять гости, потом седьмого гостя, а девятого мы уже сами к гостям уезжаем. Павлодар минус 45, елки-палки. Прислушать к вашему совету результату, мне осталось долго ждать. Спасибо, вам спасибо. Привет, Казахстан, самый умный человек. Спасибо, Казахстан, привет. Креатин вреден после 50 лет? Нет, полезен. У меня целый пост называется креатин. Возраст и креатин как-то так. Наоборот, это добавка, которая рекомендована. Можно постоянно на основе сидеть на фулбоди, но перекатить на сплит, конечно, можно. 90% так делают, и замечательно. Когда лучше начать пить протеины после длительного перерыва в зале? Лучше ли начать сразу? Протеины нужно начинать пить тогда, когда вам не хватает белка из пищи, которую вы едите на постоянной основе. И это не привязано к дню недели или к времени тренировок. Странно. Представляете, банка протеина. Протеин, который пьют через месяц после начала тренировок. Протеин через полгода. А этот протеин, эксклюзивный, дизайнерский, только через год начинать пить. Ну, ребят, ну совсем издеваетесь. Нельзя же так, прямо так. Передайте привет моей любимой жене Машечке. Машечка, вы, как будущая мама, конечно, конечно же, заслуживаете и от своего мужа, и, наверное, от всех тех, кто вас знает, каких-то добрых слов, пожеланий и привета, естественно. Поэтому будьте умницей. Вы, ваш супруг, ваш будущий ребеночек. Зал закрыли. А я на курсе креатина. Пить дальше или тормозить? Ну, если вы будете тренироваться, что вам мешает тренироваться дома? У вас есть локально показывать локальные покалывания после бета-таланин? Конечно, есть, как у всех. Водяной бицепс... Водяной бицепс с болью метролом. Ну, видимо, какой-то бицепс-торваль. Да, да, слушайте, вот много качков там, во время драк себе отрывают бицепс, ну, а в основном, заряженные, ребят. Ну, всегда человек на фарме, он всегда себе там расскажет, что он там случайно. Ну, всегда заряженный отрывает себе что-нибудь. На вашем личном опыте большая личная масса усложняет замани удары при драке. А то мне всякие умные деды мне говорят, не знаю, верите ли мне. Ну, конечно, чем вы больше, тем вы будете... Чем вы больше, тем вы будете медленнее. Что у вас в онлайн-классе? Ой, слушайте, у меня в онлайн-классе тренировки с набором мышечной массы, тренировки, тренировки нацелены на снижение веса тела, мышечная специализация на грудь, на бицепс, на трицепс, на плечи, на спину, на ноги, домашние тренировки. Чего еще? Ну, вот, собственно, вот так. А, мужчины и женщины, естественно. А как понять БЖУ 20-20-60? В смысле? 20% белков, ну, вы же сами видите, написали БЖУ. Б-20-Ж-20-60-У. Вот. Дормал сейчас использовать? Нет, конечно. Надо быть странным человеком, то есть, при том, что я тренируюсь так, как я тренируюсь, что-либо вообще использовать. Ну, это смешно. А зачем? Я не настолько богат, что просто так втыкать в себя всякую дрянь. Так, какой вид спорта вам интересен, занимается ли вы чем-то еще? Сейчас боксируем, сейчас боксируем. Вот. Ну, на уровне просто с тренером, любительский, естественно. Нравится. Че еще нравится? Метание копья – мой любимый вид спорта все лето, я тренировался. Вот. Не беду поставили? Да, я уже говорил, не беду я поставил перед поездкой в Москву до числа 20-го. Ну, следующий будет через три месяца поставлю. Креатин круглый год – это норма. Если 3-5 грамм, то процент соотношения калорийности. Так, с Новым годом, как говоря, лучше принимать не знаю. Тут не ко мне. Вы много книг читаете? Нет, очень мало. Нет времени. Огромный привет. Шенкент, с Новым годом. Спасибо. И вас нужно ли считать количество белка из сложных углеводов? Конечно, нужно. Из любых углеводов. Почему не может позволить себе пожать 180-200? В смысле? Потому что у меня порог сердца тяжелый. Я могу умереть. Ну, как бы, мне кажется, это не очень такая задача. Ну, как бы, можно, конечно, это сделать. Мне кажется, это неправильный подход. Правильное давление это не болезнь от следствия. Да, конечно. На какую калорийность получала держать 95 килограмм? Если на пыль живут, то есть инфа. Сам тоже схемстан. Около 2000. Ребят, ну, видео, как я ем каждый день по одному разу, уже на YouTube, можете посмотреть. Артрит, щелкать плечевую встала при любом... Как в этой ситуации приходить к тренингу? Не знаю. Нужно приходить к тренингу, подходить только на основании каких-то рекомендаций специалиста. Я таким не являюсь. Вот. Иван, спасибо. Ведете ли вы онлайн-тренировки, расписание? Ведете ли вы онлайн-тренировки, расписание? Ну, видимо, веду ли я онлайн-тренировки? Да. Расписание. Не понимаю, что такое. Это читареваться после родов, чтобы убрать животик. Да, абсолютно спокойно начинает тренироваться. То есть, нету никаких специальных там... Ну, как бы, вряд ли это происходит после того, как у вас неделю назад появился младенец на свет. Да, то есть, вы обычно просто идете и тренируетесь. Но просто убрать животик при помощи тренировки все равно не получится. То есть, это... Ну, вот. Как отношусь к веганцам, к вегетарианцам. Нормально. Хочу попробовать, наверное, после приезда с отдыха посидеть на вегетарианской диете. Попаститься. Ну, я знаю себя. Мне вообще вот так я это сделаю. Легко, непринужденно. Но вполне возможно. Вот. Я все-таки попробую это сделать. Многие блогеры начали допить тренировки без отказа. Это бред. Ну, это не бред. Это современное исследование, которое показывает, что полный отказ необязательным. Я являюсь сторонником полного отказа. Но я уже миллион раз объяснял, не потому что я противоречу свои... Какие-то умозаключения мои противоречат исследования, потому что никто до отказа и так не работает. Понимаете? Ну, в чем дело. Как-то так. Ну, вообще, да, сейчас такая тенденция. Как понять, что белка нехватка? Никак вы не поймете. а как? Я не знаю. Так и нет, зачем понимать? Я вам точно могу сказать, если вы съедаете, занимаетесь силовым тренингом и съедаете меньше там 1,4-1, ну, и 3 грамма на килограмм веса тела, у вас нехватка. То есть, можете смело просто понимать, что у вас нехватка. Скажите, армейский жим при артрозе плечевого 100 персей? Не знаю, не знаю. Вообще, упражнение сомнительное. Каротин можно пить круглый год без прерыва. Я уже говорил, 3-5 грамм, да. А в глаза смотри, что-то развивается под этим слоганом. Ничего, мне подарил футболку Карелин Ваня. Ну, наверное, знаете, это сын Александра Карелина. Вот как-то так сегодня была, нашел ее, взял отдел. Вот. Вы набрали массу, вы набирать массу, продолжали бы ночью, вы видели, жирок называете. Не понимает набор слов какой-то. Прошу прощения, почему в вашем лайн-тренировке только для мужчин? Как-то только для мужчин? Вот только что, вот у меня вот, класс женщин, вот два класса, VIP-тариф женский класс и класс для женщин. Не знаю, почему вы так решили. И мужчин, и женщин. Как отношусь к адреноблокаторам и тренировкам совместимые вообще? Я использую, я на бета-адреноблокаторах нахожусь уже пять лет, шестой год. И это не мешает нам тренироваться. Больше повторений, меньше вес или больше вес, больше повторений, как рационально для новичка? Порядка 12-15 повторений рационально для новичка. Почитайте у меня целый пост, количество повторений подходит новичка. Обязательно забирать креатин соком? Нет, не обязательно. Какой полураспад у креатина? Сколько он держит воду? Понятия не имею. Я вообще не слышал о том, что есть такой понятик полураспад креатина. Признаюсь, возможно, вы как-то глубоко копнули. Порас летел со Стасом в одном самолете Питера-Москва. Каждый раз он надевал капюшон и тихонько спал. Приятность? Ну, я не тихонько сплю. Я обычно это самое обычно наушники одеваю и тихонько слушаю что-нибудь. Трансляция подписает. Сейчас посмотрим записи во время тренировок как мотивация. Ну, это вероятнее. У вас часы встали? Не, ребят, встали. Они показывают без 15-13,5. Вот. Глютамин хорошую добавку. Ну, опять же, хорошая. Для чего? Для чего вы ее хотите пить? Вы объясните. То есть, всегда вот я учу своих клиентов одному. Ребят, вот уж точно приходить ко мне с формулировкой что мне такого попить не надо. То есть, любая добавка ориентирована только на две вещи. Первое. Это компенсация недостающих веществ в организме. То есть, у вас чего-то не хватает. То есть, вы не получаете белка. Значит, нам нужен белок. Вы не получаете достаточно витамина. Значит, нам нужны витамины и минералы. Либо, второй вариант, когда для решения каких-то конкретных целей и задач вам требуется повышенное его количество. Например, креатин. Мы знаем, что количество креатина, которое находится в пище или которое синтезируется из нескольких аминокислот в нашем организме, оно существенно ниже, чем то, что рекомендовано для того, чтобы прогрессировать в приросте силы и мышечной массы. Соответственно, мы должны получить. А просто так что-либо пить? Ребята, ну это потом вы будете говорить. Меня обманули. Да кто же вас обманул? Вы сами приходите, покупаете добавку, вновь говорят, что-то у меня не растет. А кто вам сказал, что от меня должно что-то вырасти? Спасибо. Спасибо. Вообще, это странно. Представляете, человек? Ага, цинк. От цинка повышается тесостерон. А что ты вдруг он у тебя должен повыситься? А если у тебя уже гормоналка угроблена? Да ты хоть в цинк, хоть в цинк принимай это самое, в ванну, в цинк плавай. Ну, все равно ничего не будет. Тесторон надо принимать по 45. Нет, конечно. Зачем? Если я новичок, достаточно мне будет трех тренировок в неделю, будет ли брать веса до отказа? Нет. Нет, не нужно вам брать веса до отказа, и трех тренировок будет более чем достаточно. Еще лучше почитайте или посмотрите мое видео. В чем прикол, есть много один раз. Я уже говорил, мне так нравится. Вот слово прикол. Понимаете? Вот для меня прикол. Мне нравится жить в удовольствии. Я могу себе позволить кайфовать каждый день. Я беру и ем. И мне нравится. Я получаю удовольствие. Все, кто видел это видео, я не видел ни одного комментария, кроме нескольких дурачков, которые написали, что вот это выглядит как будто бы человек-свинья ест. Ну, ребят, у каждого свое отношение. Свинья, значит, свинья. Но мне так нравится. Я кайфую. Мне нравится, вот так вот есть. Ну, собственно, вот поэтому я и сделал так. А зная то, что такой формат питания никак отрицательно не скажется, что же я буду голову себе ломать? Конечно, я сделаю так, как мне нравится. Ну, читать количество белка уже говорил, нужно. Какой последний просмотр или сериал произвел незгладимое впечатление из Синьгрета? Если, конечно, успели до пандемии, посмотреть, что... Досматриваем наш фильм «Территория». Вот, сериал. Там их два территории, 2019 года. Ну, такая, конечно, тягамутина. Настолько они там киноляпаете. То есть, там Икс-шестые ездят явно там в 2015-х годах. И телефонов мобильных нет. Ну, вот это все мне прямо так... Поэтому это не очень... Начали смотреть острые козырьки. Оказывается, новый сезон вышел. Ну, и, скорее всего, его будем смотреть уже в Эмиратов, потому что люблю смотреть такие фильмы. Смотрю сейчас сериал «Дьяволы». Вот, кардио делал, смотрел сериал «Дьяволы» про этих самых... Ну, про банк, про банки. Вот. Посмотрел. Очень понравилась банда Лондона и что-то еще. Куда едете отдыхать? В Эмирату. Смотрим вашу жену. Единственный блогер, который... Который лендовер таки говорит. Спасибо. Камера-зеркалец. А, да. Ну, это понятно. Как вы относите постоянное употребление притремовочного комплекса? Отрицательная. Категорическая цель. Есть у вас амбиции, как у тренера и воспитать чемпион. Я воспитал несколько чемпионов России и даже спортсменов, которые получили про-карту. Никаких амбиции у меня нету и даже я не упоминаю об этом нигде. Избежали похмелья на Новый год. Слушайте, на Новый год очень умеренно пил и на следующий день чувствовался замечательно. Заметно, что на бета-адреноблокаторах реально стало легче треноваться, тревожно стало меньше. Удивился. Ну, я не замечал ничего подобного. Рыбе жиль можно пить в настояство? Нужно пить на постоянной основе, кроме тех дней, когда вы едите жирную рыбу. Какие добавки используют, кроме протеинов, для худого новичка? Опять странный вопрос. Причем тут худой и новичок. Вы от своего питания отталкиваетесь. Вы возьмите листочек бумажки, или скачаете приложение и, будучи новичком худым, забиваете все, что туда вписываете. И у вас к концу будет написано, какое количество белков, жиров, углеводов. Там даже есть более развернутый анализ. Соответственно, исходя из этого, нужно, как выйти из платы? Надо выяснить причину платы, соответственно. Возможно. Как правило, нужно просто отдохнуть. Трибус рабочая добавка. Разные точки зрения наука говорит, что нет никаких преференций, особенно. Усвойцы заразбанка креатина? Я не знаю. Во-первых, банки, банки розни, я не очень понимаю, то есть. Ну, попробуйте. Какие анализы надо сдавать мужчине перед подходом к андрологу, перед походом к андрологу главнейшей? Не знаю. Не знаю. Я вначале хожу к врачу и только потом вдруг сдавать анализы. Не набирается масса натурального ктоморфа. Ну, что-то не так делать. Если будут мышцы при двух граммов белка и отрицательной калорийности, будут ли расти? Не знаю. Абсолютно не факт. Потому что на отрицательной калорийности мышцы растут при рекомпозиции. Либо при восстановлении после долгого отдыха. Дальний Восток, привет! Вам можно ли смешать изоляцию с креатином? Конечно, можно. Как это, вторая серия с Сашей Федором, скорее всего, говорил уже, числа 9-10. Можно ли смешать с молоком, креатин, протеин и так далее? Легко. Сколько подходов делать на разминке перед многоповторкой? Смотря какой вес. Ну, слушайте, если... Ну, сегодня жал сотку, да, то есть для меня это многоповторка. Я сделал с 30-ю разминочный подход, потом с 60-ю и следом сотку. Ну, для меня это маленький вес. Если было бы 200, соответственно, количество подходов было бы гораздо больше. А вот. Сколько калорий нельзя превышать при весе 90 калорий? Нет таких цифр. Я знаю людей, которые при 90 килограммах едят 5000 калорий. И знаю, которые едят по 2500 калорий. И, опять же, болят суставы на руках, пока холодные, что делать? Пью хондроитин, гугазамин, коллаген. Уже месяц не проходит. Не знаю, не знаю, не знаю. Трудно ответить на этот вопрос. Скорее всего, не беду рассматривать, как газеты. Не беду, это единственный препарат, который придумал, насколько я знаю, для гормонозаместителя терапии. Говорят, что работа силовая, начать шеи, которые требуют только связки, сухожилия, тренируют мышцы, отличаются работы. Ну, конечно, это неправда. Вы еврей или украинец? Я еврей. По папе я еврей, по маме я русский. Работа с большими сайами повышается артериальное давление. Когда перехожу на муковторку, это давление норм. Это нормально или норм? Так и должно быть. Почему? У всех так. Болит всегда седалищный, что может быть? Если, ну, я не знаю, если вы седалищный нерв, но он не может болеть. Он как-то может болеть нерв. Да, то есть, если бы вы, у вас было бы ущемление седалищного нерва, вы бы писали об этом по-другому. То есть, я знаю, как это выглядит, как это больно. Когда делаете приседание 100 на 20, какая разминка? Точно так же. С 30-ю, 60-ю, соточку ставлю. Советую сериал Бумажный дом. Бумажный дом, что-то знакомое, по-моему, не знаю, как отношусь к статике и растяжке. С точки зрения бодибилдинга отрицательно, как бы, ни то, ни другое никак не влияет. С точки зрения каких-то других задач, почему бы нет. А как не кушать? Ну, вот я беру и не кушаю. А что тут сложно? Вот я проснулся с утра, а проснулся сегодня в 7 утра, вот сколько времени? Ну, почти уже много, да, я не кушаю. Не буду кушать, пока жена не придет. И только она придет, сколько еще будет готовить. Вот, поэтому просто не кушать. А что такое? Правда, что алка иногда разгрызает СНС при симметрии? Ну, наверное, в каких-то дозах, да. Но это не самый хороший способ, как бы, разгрызает СНС. А в чем смысл жизни для вас? Не знаю. Быть, 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 быть нужным. Вот в чем мой смысл жизни. Быть нужным. В первую очередь, это родным, близким и друзьям. И во вторую очередь, тем, кто мне верит. То есть, ну, это согласитесь, логично, что в первую очередь, конечно, близкий круг, а дальше, для меня это очень важно. Для меня это важно. Здоровья вам. Спасибо. В чете с вами виделся. Ваше пожелание вспомнилось. Всегда пожалуйста. Сколько должна быть доза рыбного жира? Нету никаких доз рыбного жира. Есть рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Есть рекомендации, которые я писал относительно занятия спортом. Это порядка двух грамм жирной кислоты. Пробовали какая-то процедуру? Хиджама. Это становится банки. Делается... Нет, не пробовал. Видел по телевизору. Смотрел с форфазу. Немного, что вас перебивали. Осива знали до этого. Ну так получилось. Я немножко действительно был в этом квартете. Меньше говорил. Нет, с Осифом мы познакомились в этот день. Кстати, оказался очень классный парень. Мне нужно было... Мы снимали ночью. Съемка была с 12 до 4 утра. А поезд у меня был что-то в районе 6 утра. В Питер. Я вообще не спал сутки. И Осиф просто по-братски говорит, Стас, ну что ты куда-то будешь на вокзале? То есть мы поехали ночью, сели на такси, доехали. Он рядом жил, он меня покормил. Посидели, поразговаривали. То есть прямо, ну, как бы, здесь абсолютно, там, на мой взгляд, очень правильный, порядочный. Ну, вот в этом, со стороны действительно показалось, что он часто перебивал. Но я этого не чувствовала, никакой там обиды, уж тем более, там, какой-то, нет. Есть разница между морскими животными коллагенами, или это морскими животными? Я не буду отвечать на этот вопрос, в том смысле, что, боюсь соврать, если белка в рационе хватает, коллаген будет плюсом, и просто тратят денег. У коллагена несколько другой аминокислотный профиль, и как раз таки, при достаточном количестве белка, коллаген будет востребован организмом. Если у вас недостаточно, то коллаген бесполезен, особенно если, я подошу, это притеревочный комплекс. Я лично их не использую, буду писать пост про притеревочный комплекс в ближайшее время. Как понять, что креатин не работает? Я не знаю, несложно ответить на этот вопрос, как бы, как понять. Ну, наверное, отсутствие каких-либо ощущений. Наверное, так. Есть какие-нибудь оптичные препараты для повышения аппетита? Думаю, что, ну, мне неизвестно, что на ужин? Не знаю, ребят, не знаю, что там жена привезет, она поехала к тёще, наверняка тёща там сейчас что-нибудь. Я вот боюсь, что я и так вот эти салатики все дожрал специально, чтобы они не мозолили мне глаза. Я боюсь, что тёща сейчас опять салатиков подсуропит и придется мне их есть. Будет ли продолжение формата, как с Фёдором? Да, да, скорее всего будет. Как вычислить калораж, как сделать 15? Возьмите любую формулу, формулу Харриса Бенедикта, формулу Мифлена Сен-Жиора или возьмите рекомендации Лайла Макдональда, там 31-35 килокалорий на килограмм веса на уровне поддержки. Умножьте на свой вес и, соответственно, выстроите внутри этой калорийности соотношение белков, жиров, углеводов и где-то дней 10-12, ну, может быть, даже 14 придерживайтесь этой диеты и смотрите на колебания веса тела. Ну, или откройте мой пост, который называется «Как подобрать поддерживающую калорийность?» Хэштег Линдовер нижнее подчеркивание диета. Протеины от генины утром перетравки совместимы? Да, совместимы. Большой раз и привет, спасибо вам. Ваше мнение, если про тренировку вообще ходите, замечательно, я сегодня сходил, кстати, в салон. Сколько капсул омега-3 принимает в день? Омега-3 принимается не в капсулах, а в действующем веществе. Откройте баночку, посмотрите, сколько у вас действующих вещества. Хотя бы грамм. Высокий пульс во время приседания опасен для здоровья? Нет, если ваше сердце здоровое. Он должен быть высокий пульс. Неужели вы думаете, когда вы приседаете 200, я условно, килограммов, 15 повторений, у вас пульс будет на уровне 80 ударов? Ну, пока это... Какие упражнения можно использовать при гастрите? Насколько я знаю, любые. Два часа входит на тренировку, на две группы мышц это немного. Ну, если вам как бы время не жалко, то на мой взгляд это какой-то странная тренировка. Спасибо за собой, если послушал. Надо бежать. Хорошего, хорошего дня вам, дружище, и вас с Новым Годом. Вы употребляете тестерон на постоянной основе? Я уже говорил, омега-3 нужно в день, уже говорил, приходили, при ходьбе или как долго стою, но отседали, что может быть? Я не знаю, как он вас может ныть, честно, не знаю. Спирулина и хлорофилл. Что это? Вот. Классное было видео, отличный формат. Спасибо, спасибо, спасибо. Говорят, что работа силовая, уже говорил, нет этой глупости. Приветствую, Рала. Спасибо, спасибо. Вы встречались с ковидом? Ну, у меня ковидом переболело огромное количество людей. Брат, родной, дочка, бывшая супруга, куча друзей. И сейчас вернулось несколько клиентов. Несколько клиентов вернулось после ковида. Один на восемь килограмм похудел, но мы начали тренироваться, в силе почти не потеряли. Вот. Цитрулина, мессоргинина. Ну, я не знаю, в чем идея вот этого совмещения. На мой взгляд, как бы, надо было понять, в чем логика. То есть, если белка меньше, чем полтора килограмма, то он бесполезен. Это вопрос простягивания банки. И просто мешает креатин, протеин, хендеррис вместе с молоком. Не понимаю, то есть, какой банки и почему он что-то должен бесполезен. Габба работает. Ну, а почему не работает? Просто, если вы считаете или прочитали где-то о том, что габба приводит к повышению уровня гормона роста, то, конечно, чушь это собачья. Точнее, он может повыситься, но это ни на что не повлияет. То есть, это примерно то же самое, что, я вас уверяю, что, когда вы голодаете сутки, у вас гормон роста будет повышен на 200 или 300%. Так лучше так голодать, если вы хотите гормон роста поднять. А как жесть нижнюю часть живота после похудения? Никак. Никак. То есть, ну, как бы я все еще удивляюсь, что есть люди, которые считают, что можно сжечь нижнюю часть живота, среднюю часть живота, справа от входа, слева от входа. Ну, как так? Вот. Давно не занимаюсь уже год. С каких нагрузок начать или заново? И, вот это странный вопрос. В смысле? давайте я вам скажу, с тех же нагрузок вы скажете, ну, как вот вы приходите в зал, вот у меня клиент болел, да? И что он говорит, Стас, ну-ка поставь мне соточку. Да какая соточка? Ты у меня болел два месяца, тебя не было, у тебя был ковид и еще чего-то, да? Ну, конечно, я вам пустой гриф ставлю и смотрю, как он реагирует. Ну, как? Ну, аккуратненько, потихонечку, чуть-чуть. Я думаю, странно, с каких весов начинать? Ну, это вообще странный вопрос. Если во время силовых уходит 500-600 килокалорий и если нужен дефицит, ну, конечно, 500-600, я не знаю, что вы там делаете, да? Ну, все исследования показывают, что от 300 до 400. Ну, ладно, а за день с тренировками трачу максимум 1200 килокалорий. Калорий должен быть. Не готов сейчас считать, честно говоря. Я уже сказал, с Федором выйдет, наверное, думаю, числа 9. Можно тренить при ИШ. Я не знаю, что такое. Это, видимо, какой-то диагноз. Как у вас дела? Спасибо, хорошо. На лыжах катаюсь. Нет, ребят, я не люблю. Вот прям не люблю. Вот. Сладости полностью сключатся с рациона? Если вам конкретно, не знаю. Я не очень понимаю, почему вы считаете, что от сладости приходит лишний вес? Лишний вес приходит от избытка, чего бы то ни было. Какие у вас суточные калории? Я уже говорил, порядка 2000 калорий, в отличие, в те дни, когда нет рефидов и пьянов, грубо говоря. С наступающим праздником, наступившим вас, Тажик. Как смотрите на тренировку одной мышцы два раза в неделю? Замечательно. Я считаю, что лучше три раза в неделю, поэтому рекомендую фулбоди. Правда, что энтероморфу нужно работать только со своим весом, используя базовые упражнения? Ну, конечно, нет. конечно, нет. Как это значит к интервальному голоданию? Сколько времени это будет безопасно? 5 лет я использую интервальное голодание. Планирую до конца своих дней использовать. Ну, надеюсь, если я хотя бы лет до 75, ну, вдруг проживу, значит, ближайшие 25 лет начать в фулбоди или сплит. Тренироваться нужно в фулбоди. Если вы не профессионал, то вам не нужно. Что лучше, гайджи, плавание, понятия не имеют. То, что тратит больше энергии. Я не понимаю, как сравнить. Да, возьмите, как-то там, оцените. С Новым годом! Ваш коммер из бодибилдинга или фитнес вообще не было. Никогда, даже тогда не было у меня коммеров. Сейчас, тем более, после длительного перерыва недельки, две футболки, насколько я знаю, видимо, в фулбоди. Я бы вообще всю жизнь тренировался в фулбоди. Часто, чистый силам тренинга может просушиться до 80% жира. Можно вообще без тренинга сушиться 80% жира. Опять же, у вас странное представление почему-то, вы считаете, что тренировки каким-то образом сушат. Я не очень понимаю. Во время поднимания штанги, вот вы штангу поднимаете, вы работаете с мышцами, жир не участвует в этом движении. Ну, понятно, внутримышечный жир каким-то образом используется, но вы-то говорите про подкожный жир. Как вы себе это представляете, что при помощи тренировок, да, ну, вы же сушитесь, понятия не имею. В чем смысл интервального голодания? Нет никакого смысла. То есть, есть идея, а идея заключается в том, что есть период поста и период кормления. Можно пить воду во время тренировки. Нужно? Это не можно, а нужно. Это важный момент. Кстати говоря, вообще странно, что до сих пор кто-то считает, что это вредно. А что скажешь по гормону роста? Трицинга. Ничего не скажу. Ну, как бы, о чем можно сказать? Ну, да, деньги на ветер скажем. Ну, вот как бы так. Крепкого здоровья вам, и вам, и вам. Где отмечали? Новый год дома отмечали в кругу близких и семьи. Ну, семья уже у нас осталось совсем немного. Я да брат. Ну, дети отмечали отдельно. Ритин сын ну, 25 лет он там со своей компанией, моя дочка 20 лет там со своей. Вот, поэтому. О чем вам больше всего жалеете? Ну, нет такого, знаете, иногда воспоминания куда-то отправляю себя, да, и жалею о каком-то поступке. Но понимаю, что со временем все потихонечку как-то нивелируется, я не вижу уже каких-то таких. Тогда казалась трагедия. Вот. Нужно ли считать насыщенные жиры? В смысле? Нужно считать для чего? Для того, чтобы в калорийные сбить? Любые нужно. Тело Андрея Скоромного идеальное, как вы думаете? Я вообще не знаю, что такое идеальное тело. И уж тем более как-то оценивать тело Андрея Скоромного, да, то есть это было бы странно. Да, не знаю. На мой взгляд, идеал этого... Я вообще сложно там... У меня нету модели идеального тела. Вот. Если не даяешь суточную норму, то пора уже ложиться спать. Лучше доесть или не есть вообще? Это я не знаю. Смотря что, если вы на дефицитной диете, лучше не даять. А если на профицитную, то, конечно, наешьте. Начал кушать наоборот четыре раза в день, но понемногу. Готовил с тренировком постапогдовала. Чувствовал себя лучше, чем питался один раз в день. Ну и замечательно. То, о чем я говорил. Выбирайте тот формат питания, который вам комфортен. Нравится вам четыре раза в день питаться, вы чувствуете себя лучше. Значит, это ваша история. Нравится вам восемь раз, пожалуйста. Нравится вам два раза, кушайте два раза. Чувствуете себя замечательно, как я, кушаю один раз в день, кушайте раз в день. Что такого? К вегетарианству, так же, как и к любому другому направлению в диете, отношусь с уважением, с пониманием, но пока не дошел до этого. Возможно переборщить с витаминами. Ну, с жирорастворимым, конечно, они токсичны, они, конечно, не могут быть токсичны. А водорастворимые через почки, покинут ваши... Можете заниматься дома своим весом, при этом прогрессировать, конечно. У меня половина клиентов тренируется в домашних условиях. В Томск в ближайшее время нет. Как ваше зрение, помню, ранее на себе очки делали коррекцию. Нет, вот они. Напрягаюсь. Нет, пока ничего не делал коррекцию. Рад видеть вас новым годом вопрос за две недели отдыха. Ничего плохого не случится, ничего. Отдохнете, вернете, можно набирать нужную калорийность для набора сладостями. Ну, на мой взгляд, так себе идея, но если уж никак, то да. Если хватает сил на футболе, как лучше распределить? Вверх, низкий, не толкай. За вами уделяю лет 10. Спасибо за мотивацию. И вам спасибо. Шарашили тем, что в программе домашних тревогов с гантелями всего два месяца. Это ошибка, ведь иначе какой смысл продавать три месяца, и внутри записано всего два. Ну, я не знал, что есть у нас клиенты, которые... Ну, мне сложно ответить на этот вопрос. Сейчас будем думать, что делать. Вот. Мне сложно ответить на этот вопрос. Сколько нужно сухой мышечной массы, чтобы выступать в Мансфе? Не знаю, не знаю. Про питья еще с советских времен. Помню на тренинг саму все запрещали пить. До сих пор ну, да, было такое. Огромный привет с Узбекистана и вам. С Новым Годом. Углеводист, углеводом можно до 100 грамм опустить? Можно, конечно. Можно до нуля опустить. Спасибо за обучающие видео. Вам спасибо. После тренировок часто чувствую перенапряжение в икрах, даже если их отдельно на тренировках. Чтобы выяснить причину, каким образом такое происходит. повторка для рельефа эффективный? бред. Восстанавливаю не надорванную вращательную манжету по вашей методе. Отлично работает. Замечательно. Что вы сказать насчет пивных дрожжей? Помогает ли набор? Нет. Как отношусь к тренировке золотой бодибилдингу? Я не очень понимаю, о чем речь. Бородай всегда уже постарели. дай сюда. У меня все седое. Многие, на многих частях тела волосы седые. Не знаю, я как-то живу. Прочить калорийность куриных бедер кости считает себе столько мяса. Когда вы были последний раз в Таиланде, хотели бы туда? Ровно год назад в это время я был в Таиланде. Вот. Набор масса не собираетесь? Нет, конечно. Никуда. В пределе правила 25 силу нагрузки на мышцы нет такого правила. Поэтому придерживаться правила, которого не существует, это было бы странно. Любите ли путешествовать? Да, люблю, конечно. В Австралию хочу. Рад видеть вас в новом году. Спасибо. Привет из Питера. Вредно ли, что генер это все равно, что сахар? Читайте состав. Генер, генер, уронь. Приседай, хрустит колено. Тяжело тренироваться, чтобы стоять для восстановления. Не знаю, выяснить причины хрустов. Что думаете о Ерисе по Сахукоткам? Стоит ли слушать его советы? Я не знаю ни одного совета, о которых он говорит. Честно. Вот вообще. Даже не знаю, что он пишет, не видел ни разу его постов, потому что не подписан. Поэтому мне сложно ответить на вопрос. То есть, просто говорить, что следуйте советам или не следуйте, я даже не в курсе. Вот. Часто ли тренируетесь на голодной желудке и как реагирует тебе? Я всегда тренируюсь на голодной желудке. То есть, слово часто, это неправильно, всегда. Вот. Витамин оптимый нужны мне, профессиональные спортсмены, по-моему, так слишком большая дозировка. У нас вообще тогда, если вы говорите о профессиональных спортсменах, вот, то, конечно, это было бы странно, потому что тогда витаминов вообще не нужно. Потому что профессиональных спортсменов у нас в России может быть человек там 20 или 30 найдется. Вот. Было бы странно выпускать вообще витамины для 30 человек. Ну, или, может, 100 человек, я не знаю. То есть, люди, которые имеют профессиональную карту и зарабатывают деньги выступлениями. Все остальные это любители. Нагрузки тех атлетов из времена на ранних программ и долгой тренировки, ну, наверное, конечно, они устарели. Что делать? При подъеме штанги на бицах чувствуется сильно боль в области предплечья. Может ли это быть? Нет, вряд ли. Изменили технику тренировок после общения с Федором? Нет, не изменил абсолютно. Мне не требуется никакой замены. Я все прекрасно. Это видео было для того, чтобы услышать его точку зрения и дать вам ее, дать вам возможность с ней ознакомиться. Так что, вот так вот. Вот. Ладно, друзья, потихонечку я буду закругляться. Что можно сказать насчет Дениса Файбера? Видели, видел, что подписаны? Иногда выпадает в ленте не могу ничего сказать. Ни одной глупости не видел. А это говорит о том, что это прям молодец. На мой взгляд, опять же, и во-первых, кто я такой, чтобы оценивать? Но все, что там не попадалось, я читаю и прямо согласен на 100%. То есть, возможно, мы оба в чем-то ошибаемся, но значит, это такой резонанс на ошибке. Так что, друзья, еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы присоединились, пообщались. Буду рад всегда с вами и в дальнейшем общаться, разговаривать, писать. Завтра выложу пост о влиянии курения и отказ от курения и лишний вес. уже написал пост, завтра выложу его и посмотрим, что дальше будет. Все, друзья, пока, спасибо, удачи, до встречи.